Евгений Сатановский в телеграм-канале, заметка 494. Дворцы и яхты покупают реже. На супер дорогие авто и личные самолеты спрос упал, но на продуктах и одежде не экономят. А поскольку основная масса населения для начальства существует исключительно в виде статистических единиц, общается оно с ним редко, не всегда удачно и в стиле денег нет, но вы держитесь. Жизнь такова как есть и лучше не будет. Опять же, мы 30 лет куда идем? Россию ищем, которую Говорухин потерял. Ну так ее нашли. Желающие могут обратиться к классической русской дореволюционной литературе и сравнить. По сравнению с тем, что описывали Некрасов, Достоевский, Салтыков, Щедрин и Горький, наша жизнь еще ого-го. Опять же, магазины полны и даже если многие товары дрянь-дрянью и в огромном большинстве не наши, дефицита нет ни в чем, кроме денег. Парадокс. Богатая, да что там, богатейшая в мире страна, населенная в большинстве своем крайне небогатыми людьми. От пенсионеров до бюджетников. И тут уже все от начальства зависит, в чьих интересах управляет и решения принимает. Так у народа и жизнь налаживается. Или скорее разлаживается. Исправлять, что никто не будет. Поскольку противоречие сие теориям, которые наши экономисты-финансисты вызубрили и применяют, другие они не знают и знать не хотят. Менять их на других толковых никто не будет. Они удобны, что им сказано, то и делают. Не кочевряжутся и сами по себе столь же малоосмысленны, как с точки зрения политических рисков безопасны. А это для страны на переломе эпох. Дело первейшее. Так что будем жить-поживать, особо добра не наживая. По усам национальное богатство при всем профиците бюджета и торгового баланса течет, в рот не попадая. Но и не должно. Ему и так есть куда попадать. Так что падает средний чек и хрен с ним. Пускай падает. Ниже плинтуса не упадет. Евгений Сатановский в телеграм-канале.